так ребят ну что кончился ход переходим плавненько к близко ну вот всем привет спасибо за внимание теперь остается только лотов не пропустите компанию это будет сильно безусловно благодарю всех за поддержку отключенные блоки подписки на премиум поддержку канала моего кто этого не сделал делайте спасибо всем вот лотов я думаю будет еще более жесткая надеюсь что от лизы постарались что будет и лучше вола даже и ход сах ну волк как-то мне действительно побольше нравится хотя ход уже к концу ближе ну в конце должны что-то сделать к 10 до выходит но я пока честно говоря не знаю как бы мне запилить именно запилить именно компанию то есть сразу после 12 начать при выходе если в 12 3 ночи выйти смысл то я на следующий день начнут люди там работать будут это же будний день как бы если уж но 12 то можно начать 12 хотя вот когда начинаешь новую компанию то не тормознутик все спать лягут тоже может даже наверно не стоит ночью начинать я так думаю вот но я думаю стримы будут в районе 10 числа вот 11 и я просто как бы дыхать к нахрен эта голосовалка нужно конечно днем начинать просто когда уже все будут думаешь даже надо часов в 17 18 начинать срабатывать а вот и пришли как бы люди чтобы смотрели а только бы смысл вообще вот переименовываю стрим уже то что сейчас будет у нас близко он какой матч нас 1 по расписанию кстати идет classic life у не надо смотреть так что нам у нас по времени сейчас я вам скажу так 23 3 30 запиливаем то новый анонс 8 числа все кончится да действительно все правильно сохраняю все искать вативе тоже переименовываю ну что сейчас не менее интересный чем компания будет у нас а я бы сказал даже и более интересный сейчас будет биться лучше из лучших жаль что тиранов нету к сожалению в полуфиналах но я думаю что два пвз великолепных плюс финал будут решать помните что я сотрудничаю с кипбет кто делает ставки делать и ставки через мою кнопочку всем за это спасибо я сегодня так фуфан тоже запилил там есть деньги которые у меня на аккаунте которые собственно они не мое целиком и полностью просто впилил я на всякий случай на лайфа и на соса и так же на два события вместе это на победу соса и классика но из пвп будет перестраховаться по приколу короче вот но я хочу по первым ставкам лайфосос вы понимаете какой финал я хочу потому что если это будет лайфосос то это будет лайфосос просто конкретный просто будет вот так что еще сказать энергетика выпил засну кстати бодранула так даже заснуть не должен вот а две минуты до старта да ну рэдбула выпил как каким чайков киво стыча а чеком мешай щеком будем мешать хотя эту га всю хрень не пью но сегодня просто после вчера поспал меньше пяти часов что ну вот когда режим я не могу час дня все как бы мне не заснуть больше там на улице шумян чарлик начинается петь там под бок переворачиваться к верху брюхом гулять и уведи короче борода ты там поспишь сейчас ребят все пойду я отойду на минуточку вернусь к вам будем смотреть уже все а и и и и и и и Продолжение следует... 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 платила я пошел спать это уж перебор был вот посмотрим короче ну что же очень много здесь флуда идет я даже не знаю обрезать или вступительный момент оставить как бы наверно лучше вступительный момент оставлю вот но и мастер в рамках цен мару в роге рио в я мастер в мастер это д я в это это Ну, я думаю, что это не так много лет назад, и это было, наверное, самостоятельно в мире для меня выбирать эту победу, даже если Life is the 2014 champion, я думал, что Инновation и Life будет выглядеть очень разнообразно, и гейм-визу, не только гейм-визу, я думал, что Геймс были не то, что я ожидал, на самом деле. Да, как ветеран от шокинга под прессу, Никотим, что ты рассказываешь там? Другие цифры совершенно, ну, не будем об этом, кто захочет перемотает, согласен, до конца стриминг абсолютно точно, кроме Life играет SOS против Рога и потом победители, это будет финал, может быть, какие-то шоу-манчи нас ждут здесь, я не знаю, хотя не уверен, кстати, у кого есть расписание сегодняшнего дня, здесь чисто три матча и все подряд, или как у нас вообще выстроено последний день, я, честно говоря, даже не знаю. Как вы, как вы, я надеюсь, они ни разу об этом вылетели в шокингу с шокинга над собой. Да, не кроме того, мы не не ошибся с чем, мы хим-вы кучи в флюз. Но, что-то, у нас есть шокинга, вот, Дарья, вчера на «Легасит и Боид», вы шокинга . Ну, ну, я не позариваю на этом плане, я операция за следующую новую красоту, Я вот не понимаю, 23.30 до 2.30 это полуфиналы, а финал в 3 начнется что ли? Честно говоря, не вкуриваю, это в расписание ни хрена. Вот, ну ладно, как пойдет, так и пойдет, все равно я никуда уже не денусь и буду стримить, собственно говоря, очевидный это момент. Я думаю, что это обязательно. Рейс, Фрайдэй, а, Фрайдэй, день-два, суббота, план. А, там же много игр. Ну, там же разные стримы на разные игры. Короче, хрен знает. Не суть вопроса. Телевизор, привет, SK-2TV, привет. Какие кастомки, о чем речь? Ребят, флудите лучше в чатике SK-2TV что-нибудь. Пикоинов там никаких не наблюдается. Вот. Чтобы наверх стрим шел. Ну, и мы ждем начало. Ну, я-то рассчитываю, если честно, на... А какой финал? На Live Source? Потому что Live, например, у них с классиком... Ну, вот можно проанализировать этот момент. Сейчас так открыто у меня, например... Али Гулаг-то нет ни хрена, у меня не открыто. Я называю его индийц-телевизор. Live Classic, например. Вот, посмотрите, их статистика в пользу Live. 6-4 по картам и 4-2 по матчам. И последний раз, правда, Classic катнул Live. Но я думаю, шансы хорошие здесь, и было бы круто. А вот SOS против Roga, там явный фаворит SOS, учитывая, как он разорвал еще... Учитывая, как он разорвал еще тут этого... Рейна, конечно, 3-1 SOS в последнее время, вообще все время выигрывал. Ну, правда, давно было это все. Но я думаю, что он одолеет здесь. Так что, вероятен такой финал. Но вот если Classic одолеет Live, а сейчас, я думаю, что вероятность PvP будет просто гигантская в финале. Вот, не хотелось бы в PvP в финале. Но как будет, так и будет. Live SOS? Ну, давайте посмотрим Live SOS. Ну, а что вперед-то забегать? Тоже другой момент. Так. Live SOS 2-5. 1-2 по матчам. SOS, ну, последний раз Live SOS, кстати, не так давно выиграл. SOS 2-1. То есть... То есть там будет тоже интересно. Ссылку на Али Гулаг скинуть себе. Спиритулок, ты за Classic Rock? Ну, если Rock нас удивит, а Classic просто одолеет Live SOS, что весьма вероятно, то так и будет, собственно говоря. Если Live SOS удаляет Classic, не то что он... Ну, я думаю, для меня даже это будет удивительно, потому что я думаю, что все-таки в данный момент Classic немножечко фаворит. У него форма прекрасная, с Zerg'ами он круто очень играет. Ну, стиль лайфа, правда, крутой. Об Кьюби на 200 пикоинов меня на SK-2 поддерживает. Спасибо тебе большое. Очень приятно. Урываемся в тупец. Оля, тебя вроде зовут. Спасибо тебе. Большое. Извини, если я ошибаюсь. Ну, и за поддержку всем спасибо. На премиум подписок много. Я думаю, еще Яндекс наша баба поговорит. Она сегодня не гуляет. Вчера она гулялась. Я не говорил, что Инна фаворит. Я говорил, что Инновейшн фаворит по коэффициентам и по ожиданиям. Но я говорил, что я абсолютно уверен, что он переоценен и лайф может его катнуть. И вот как я говорил. Спасибо, Оль. Будем надеяться, что отечественный киберспорт ответит взаимностью. Игроки будут в Лотвии и т.д. Ну, я-то никуда не денусь уже пока. Это точно. Это точно. Ну, что ж, что-то начинается у нас. Интересно, у Старкрафта, зрители, там, хотя там мониторы, наверное, разные, или здесь только Старкрафтский монитор. Честно говоря, я не знаю. Спиритолог, 300 пикоинов. Что-то сегодня скадывать или прям, ну, у нас даже ГГ подуныл. Ну, 300 пикоинов, 200 от Кьюби. Вот. Спасибо, Спиритолог. Врываемся в топте с ним унылых. Спасибо тебе. Будем надеяться, что так. Ну, что, 30 секунд до какого-то старта там у нас. До какого-то, да, старта всего, собственно говоря. За поддержку всем гигантское спасибо. Зил поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. За ТОСов, за ВДВ. Спасибо тебе, Зил. Очень приятно. Ну, я не буду сразу за ТОСов болеть, а то меня сейчас сразу забракуют тут. Я болею просто за интересный Старкрафт очень. Потому что, если даже выиграет лайв второй раз 100 тысяч долларов, это будет круто. То есть, это уже такой шаг не к бомжве, а к бонжве. Что-то типа того. Ну что, голосовалочка. Как обычно, 4 варианта, кто финалистом будет, кто будет в финале, точнее вопрос. Так сформулирован LiveSource. Голосуем за красивую игру. Ну, начинается битва понемножечку. Людей все больше и больше. Выходной день, ребят, большинству абсолютно точно никуда не надо. Поэтому сюда все приходите. А, Live Classic какой в натуре. Ха-ха-ха-ха. Вот я Валерик. Голосуем. Переголосуем, точнее. Live Classic, конечно же. Прошу прощения. Какой сосок. Турбо. Привет. Валерик. Так, ребят Пишет мне Ролан Андрюха, менеджер Каскадов Команда Каскад И он сейчас прорекламирует С моего разрешения Конкурс на три ключа для Лотва 30 ноября Будет вручен 3 случайным победителям Нужно подписаться на страничку И сделать репост ВКонтакте Кому это интересно Ребят, делайте, собственно говоря Может быть кому-то достанется Лот, почему бы и нет Я уже предзаказ Сделал Ключи будут еще Показывают повтор вчерашнего дня Там ссылочка сверху есть Людей нас просто до хрена 700 человек в чате, это же жесть При 186 проголосовалось Уявка слабовата явно как-то на голосование у нас За лайфу больше людей 41% За классика 22% Вот, но не знаю В итоге как у нас сложится Здесь матч Но лайф против классика Я думаю Ну не знаю, для меня почему-то Как-то вот этот матч Поинтереснее, чем Сос рог Мне кажется, здесь интриги больше, чем там Там сос, я думаю, что рога поломает Скрутит в рог бараний Вот что называется Вот показывает инновейшн, который первую игру в хлам Просто в щи укатал лайф мехом А потом почему-то для меня загадка Начал играть в био, не знаю почему И главный фаворит по коэффициентам на этот турнир Проигрывает в итоге Вылетает на стадии На четверть финала Получив 7500 долларов Неплохо, но я думаю Новейшн другого совершенно ожидал Исхода от этого турнира Вот он лайф гоняет здесь Ну не знаю, интереснее ли чем финал Если финал будет лайф в СОС Или классик рог Тоже это удивление будет Главное, я хочу, чтобы Главное не было, чтобы в одну калитку Так что Если будет 3-0 там, 3-0 там И 4-0 в финале То сами понимаете Это не то, чего мы все ждем здесь Так, опять лагает Ну-то ледоколыча надо искать Я не знаю, где он Его нет пока Ну, наверное, он появится По позже Еще сейчас много будет Очень разговоров, естественно Ну, здесь уже Такое ожидание И я думаю, что он не был задержан И он не был задержан И он не был задержан И он не был задержан По инновациям И тогда после этого Лилбоу Мы еще не увидим его Пошли на лимит И на другой стороне Правый комментатор Где-то там А, Стефано Нет, это Это Индеец Я называю его так Потому что я не помню Как его зовут Он Почему-то Ну, я его редко вижу Но на Близконе он появляется Видимо, он какой-то неплохой Он на Американе С ними как комментатор Ну, что Статистика Лайфа Ро 16.08 3.0 С Лилбоу Это была Легкой прогулкой Да и сыновейшнам Конечно же Игры были Очень напряженные Но Лайф Одолел его Это интересно И я думаю И я думаю От этого момента Я бы хотел сказать Мы говорим так много О том, где они были И как они были Все годы Но, в самом деле Это просто важно Как вы в Близкон И все остальное Просто дает вам Слышь, где они Может быть Но в этом турнике Лайф Рампаж Уау Кактус Валли Донбот Лайф Я имею Даш Терминал Мы всегда Осталось Один Плэр Донбот Опачки И у Марок Лайф Терминал Тайм Фу Гмл Нет Баба Говорит Только Через Плеер Когда Кидаешь В других Случаях Я Сам Говорю фризит я не знаю надо искать Эльдара он у нас кудесник так ну что ребят народа все больше и больше на стриме ледокол слава богу на плаву вот он здесь и он контролит все просто аки царь вот ну что за лайф походу больше на лайфа ставят больше но вот я не знаю против классика но лайф это царь это царь зерговский это победитель прошлого близкона блин но если лайф будет против соса представьте сос два победителя близкона вот если встретиться в финале просто ну для меня лучше и не придумать на самом деле будет финала но на самом деле вперед забегать не хочу ну сколько можно базарить то ну ё-моё у индейца скоро нога затекет вон он там уже ступней водит что-то там разминает вот и уже им контрол и смех из себя выдавливает неестественный какой-то ё-моё уже пора стартовать а здесь мунглейд и аполло зеста 3-1 на кунг-хун классик не зеста у них чем-то похоже стиля но классик он ну невероятно стабилен именно в пвз у него как-то очень у него все просто и уверенно происходит вот что самое интересное Blizzard говорит оформите призаказ на овервотч мне нам было совсем охренели что ли у меня уже лот в предзаказ спасибо диме делюкс версия за 2000 между прочим так что из там чем-то отличается будем компанию смотреть с юнитами которые чем-то отличаются не знаю короче спасибо диме я бы так не стал выбрать сам конечно такой ну что начинается игра поехали ребят лайв против классика великолепный у нас великолепный у нас полуфинал первый игра достойная финала но второй полуфинал я думаю тоже это собственно и не намного слабее вот но лайв классик это все-таки лайв классик в разведку идет проц пилона после пилона делаю потише комментаторов чтобы они не забивали мой голос чтобы не накладывалось все чтобы было все замечательно проверяю последний раз скайп никто ничего не пишет да никто ничего не пишет все больше не отвлекаюсь никуда потому что матчи просто супер логотип вцс на карте близкона через фаржу старт от классика и это подстройка под 15-ю хату лайфа между прочим потому что две пробки идут в разных направлениях первая игра будет классик фотонить посмотрите готов ли лайф овер хорошо висит овер хорошо висит голосовалка есть что значит забыли 45 процентов за лайф 23 за классика за красивую 20 275 человек проголосовали в чатике 854 человека давно столько у меня в чатике не было я не знаю правильно ли счетчик вообще работает но народа просто дохрена вот и на стриме много и в чатике много смотрим в общем-то выводят лайф дронов не рискует он не дает классику настроить здесь на халяву фотонок 5 дронов здесь но если классик сейчас напилит фотонок и могут быть проблемы сейчас у лайфа очень удачно пробок выводит сейчас и классик вынужден нексус заказать сейчас но не спешит он с нексусом он нет все-таки заказывает я уж подумал я уж подумал что вот так а между прочим сос тоже любит фотонить так что может быть это не первый и не последний не последний явно опенинг с попыткой зафотонить у меня такое ощущение складывается сейчас вот ну вперед забегать не будем нексус заказывает классик у лайфа 2 а тут когда я вижу да в принципе дроны выехали да дроны покатались да добыча немножечко у зерга падает из-за этого даже не немножко она процентов наверное 20 она падает ведь 5 дронов выезжают а всего их сколько там да даже не 25 даже больше чем на 20 процентов она падает процентов 25 наверное вот и суть в том что у протуса просто тоже из-за того что он так делает у него сверх поздний нексус и по рабочим у него нет преимущества стандартного то есть если зафотонить не получилось я считаю что лучше стандартный нексус для протуса как-то даже лучше в такой ситуации как мне кажется но честно говоря полностью по цифрам я утверждать не могу что именно так вот у лайфа третья хата посмотрите у зерга уже там рабочих столько сколько у протуса и вот он уже на 25 28 обгоняет обычно стандартная ситуация там 30 протусов 26 день зерга 27 может 25 даже иногда то есть для протуса не лучший расклад и третья хата уже пошла у лайфа и вообще преимущество по-моему у лайфа есть определенное уже в этой игре хочу выразить кстати благодарность ледоколу ребятам всем что оперативно так действует как бы вчера лаги были на блюсконе дичь и тяжело было смотреть сегодня же все работает замечательно и это круто твой лайт пошел у классика у лайфа третья уже готова дроны строятся вижу тайминговую спорку не понимаю на какой она базы скорее всего она на второй да именно так и есть почему на второй потому что она ближняя к протусу и туда с максимальной вероятностью прилетит если он полетит вообще вот и так а что же протус у нас прот стабильно сейчас скорее всего классик будет стабильно выходить просто в третий нексу судя по белу пошнет вайлайт плюс один навряд ли это будет даркшайн я очень сильно в этом сомневаюсь заметил центру лайф все что заметил а нет это даркшайн офигеть необычный билд от классика вот и не понимаю идеи что именно он хочет даркшайном сделать ведь там и экономика ведь там и спорки уже и блинка в итоге не будет хотя с даркшайном можно попытаться допустим занять третью нексус с дарками но ведь лейер лайф уже делает ведь и роуч ворон у лайфа делается и сейчас вот учитывая начальный опенинг то что он не зафатонил то что у лайфа все таки по экономике лучше чем в среднем лучше чем в стандартной игре я думаю что он скорее всего будет либо линго гидрой либо роучами с подземным умом пушить оппонента своего что из этого выйдет я не знаю но сейчас обратите внимание что делает классик 6 гейтов добавляется это 7 или 8 гейт пуш идет точное количество гейтов посчитать я не могу пилон сверху есть лайф пока не понимает что происходит но у лайфа масс роу еще уже начался 7 в заказе строится ор делается закопкой и лайф просто вслепую контрит этот пуш 100 наш 59 лимитов и посмотрите у лайфа какой-то он что стрим палит что ли тут наш я не понимаю у него какой-то мапхай в голове классик сейчас будет фейковать на никсу ставить чтобы ввести заблуждение своего оппонента как будто бы как будто бы здесь база ну посмотрите на лимит иллюзия призма летит на третьей базе не понимаю если оборона у лайфа дарки 4 штуки идут спорку сейчас зафокусит это будут проблемы определен спорку фокусит лайф классик простите лайфу лайф не успевает ничего сделать нужен оверсир но 4 дарката хату представьте с какой скоростью они ее убивают ну кстати оверсир очень быстро доделается успеют дарки убить да я думаю успеет хотя посмотрите на грани последний вот если бы залп на секунду бы раньше от лайфа прошел я думаю что хата бы не погибла но недостаточно а очень ценных юнитов и в особенности на такой стадии когда у просто две базы в итоге по лимиту чуть ли не двукратное преимущество лайфа по боевому более чем двукратное и подземный муф роучем делается обсервера у классика нету в данный момент сможет просто приходить и пушить роуч и можно спокойно закопать лайфу что он и делает обсервер выбивает классик вынужден отступить за застройку третьего нексуса нету и сейчас еще и подземный муф будет у лайфа то есть если классик будет выходить на третью базу можно просто что делать можно на подземном муфе просто его принимать понимает сейчас естественно классик что нужно обсервер ему ну даже я думаю так пилончик обнаружен лайф понимаешь сверху откуда арки бежали пилон заметил даже я думаю может быть не стоило классику до подземного муфа так вот ломиться а представьте если классик выходил бы просто без опса сюда и он кстати в очередной раз без опса выходит лайф одного роуча оставил он вижен ему дает сейчас просто представьте сейчас на подземном муве можно прийти и просто развалить оппонента своего роуча как раз заходит сверху с хайграунда можно закопаться сейчас и подловить классика нафига лайф показал ну вот сейчас показал подземный мув есть не знаю таким лимитом можно и нужно я считаю было подлавливать оппонент всего просто лайф рассчитывает на то что классик в любом случае в наглую будет выходить сюда что он и делает он выходит на третий нексус и у лайф уже гидра пошла вот почему он роуч ими пытается и лезть решил понадежнее сыграть но действительно на роуче в любом случае будет ползать и гидра сзади дэмэдж плюс будет выдавать и неплохой 175-107 по лимиту я не верю что с такой разницей по лимиту может отбиться вот приходит лайф роуч здесь есть агрессивный блин вперед от классика вот сейчас лайф конечно опасно действует 187-111 10 гидралов единственное что у лайфа 0-0 грейды и 0-0 грейды наверное да не наверное это не лучший расклад естественно для зерга но сейчас пойдет пуш на гидре с какой стороны будет лайф заходить хороший вопрос роучи копаются вперед ползут выкапываются дальше классик отходит на блинке желательно сплетануться сейчас в двух направлений зайти вот декарт на этой карте очень широкий подход естественно к базе протца и лайф заходит сейчас вот пошли роучи нет что лайф тянет 200 же лимита ну вот он пытается как-то классика выманить немножечко вперед чтобы он не на ушел на хайгран чтобы не на рампе дрался классик начинает бой на блинке филдов абсолютно недостаточно сейчас лайф понимая что происходит просто на клике бьется роучи подводит на подземном муе близко и кстати говоря посмотрите классик здесь очень неплохо законтроливает но все равно ему не хватает лимита слишком мало третьего нексуса нет и он естественно поэтому и окупиться не может дотекание лингов очень вовремя прибегает мне о насколько мне нравится как насколько мне нравится как лайф именно делает пропорции вот юнитов роучи линга гидры очень четко как именно как нужно то есть и именно когда нужно подбегают и линги и роучи а когда должны линги подбегать естественно логично что когда роучи гидра приняла бой линги имея самую максимальную скорость из всех юнитов они быстрее придут с приростом поэтому и до заказа они должны подходить и у лайфа они так и подходят 162 на 69 почти 100 лимита преимущества более чем двукратное по боевому в 4 раза лайфа больше очевиден ответ победители 1-0 лайф в этой встрече так здесь роучи копаются заходят фотонок нету на третьем нексусе естественно проблема на третьем нексусе естественно все падает по 2 роуча на мейна на вторую лайф заводит и ну что же 1-0 болгар я сейчас ничего никуда врубать не буду не надо спамить мне всякие ссылки левые мы смотрим сейчас полуфинал и нахрен нам не нужны никакие темы близко он выкладывается на ютуб люди я думаю за это благодарны что можно оттуда смотреть как бы и чтобы нахрен не банили записи всякими правами а тем более старкрафт там точно права впилят а не свои это только в паузе можно смотреть ну что основные моменты дарки нафига народу у нас нормально ждем вторую игру в чате почти 900 человек это жесть за какой конкурс ключи на лот сейчас подождите вот ссылка нужно там репостнуть подписаться на группу ну что 1-0 лайф достаточно стандартная игра охотца зерк просто за счет вот мне еще нравится что лайф не тянет у него было преимущество после того как не получилось зафатонить не гигантское но зачастую зерги не пытаются реализовать и просто стабильно стандартно выходит просто в третий нексус и игра становится равной но можно словить тайминг как раз когда этот третий нексус не окупился и все не очень хорошо так как лучше играл сложно сложно сравнивать в какой-то момент в первой все-таки там как бы его цеги выигрывал вот втором так уже как бы периодами нападал нападали моменты что нужно тренироваться как бы уровень поднимался а потом я просто ну там даже в воле еще потом к это время не играл большой уже не было такого подхода рвение какого-то еще уровень был ну че ты изи как что тут поделаешь первое и последнее предупреждение какой буткемп буткемпов было много нельзя сравнивать игры разные просто первый StarCraft был по духу каким-то особенным что ли но это другое время было в принципе то есть он ну вот он стоял в отдельном ряду по соревновательности и другие игры там-то были тоже какие в то время мкс там клака и т.д. Warcraft потом вот сейчас же StarCraft пытаются приравнять с Харкстоуну там я не знаю Ходсу я считаю что ну вот это уже не очень как какие к черту StarCraft другая по духу должна быть игра это разный киберспорт да уровень есть у Лайфа конечно он на близко ненормально отыгрывает просто бывают спады у игроков но к основному турниру должен быть ответственный подход и он и есть ответственный у Лайфа ведь это какие деньги во первых во вторых это престиж еще никто не брал два близкона а тем более Лайф 2 подряд может взять так это вообще круто видно что уверенно отыгрывает у классика Нексус с кибернеточкой у Лайфа две королевы строятся сейчас сглазить не сглазить победит я считаю здесь сильнейший даже мои чары моя мания поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно привет из Жуковского спасибо за стримы и записи успехов Бимпёс Бимпёс прикольный никнейм спасибо тебе Бимпёс очень приятно в Жуковском ну дай бог здорово все будем все будет нормально в Жуковском я побываю еще и не раз ребят всем спасибо за внимание за поддержку отдельное спасибо сейчас она необходима как никогда естественно вот реклама нихрена нету много всяких навалилось тем ну не будем об этом вот Жуковскому привет великолепный город жаль ну это особенно для любителей авиации жаль с Илюхой все не посмотрели тогда вот Старгейт у классика надежнее он хочется играть сейчас последний близкон Паула я вообще не помню что там воли было у нас какой близкон что там за игра кстати получается что это поход со все близкон до этого были именно близкон он только он не сразу появился до этого там другой турнир был другая система совершенно нужно смотреть ну тогда партинг да 100 тысяч взял это давно было он там иммортал пушил всех зергов вообще крут был очень стремить лот в буду тогда когда он выйдет компанию на следующий день вот видите 2011 ммпид 2012 партинг соответственно 13 сос 14 лайф 15 знак вопроса стоит но это сегодня мы узнаем чёточку фп показали и у лайфа ма а вот 16 лингов и два овера в продакшне это интересный расклад ведь оракул летит вперед и вот этот билд рассчитан наверное не на оракул а со стороны лайфа ведь это чтобы подгрызть чтобы подгрызть нексус все делается оракул залетает лайф его видел нужно лингов куда-то ныкать как-то странно лайф их ныкал сейчас руч ворон запилен еще линги в продакшне пошли оракул он прилетает сейчас классик но лайф лингов то очень четко отвел оракула на демоджа лайф третий нексус запилен до варпс н3 идет классик очень четко все тут контролит пока сно лингов уже штук 30 на карте вот часть из них бежит сейчас блин мув не доделался все спалил все спалил в итоге классик и кстати не факт что лайфу получится продавить линги забегают здесь его один зилок на второй базе нужно что-то делать лайф пойдут и филды но вот аркада от лайфа пошла филд от классика пошел выверенный четкий но лингов все больше и больше и такое ощущение что позже еще и роучи пойдут в стиле в стиле гидры пуш в ЗВЗ так 1-1 у лайфа пуш провалился парабам пока меньше отличная ситуация для классика сейчас вот игре складывается почему уже отличная да потому что когда зерк сливается вот так вот без рабочих оставаясь даже грейды потом могут не спасти оракул все еще живой причем классик даже без фотонки на второй базе отбивается спокойно абсолютно судя по всему легкой прогулки для лайфа не будет в этом полуфинале но оно и интересно интереснее для нас вот такую игру должен протос реализовывать на самом деле не то чтобы изи но вообще даже изи можно сказать должен реализовывать легко достаточно потому что рабочих у него больше боевого лимита больше общий лимит больше поддержал ваш канал на сумму 250 рублей ровно я уже устала читать эти сообщения пойми когда зарплату мне платить будешь перспективы что в нашу яндекс женщину поселился я не понял ты там это феминист лесбиян спасибо за поддержку линги бегают вот пытаются лайф что-то подгрызть подгрызть ничего не получается но не то что подгрызть это больше для контроля беготня сейчас абсолютно она ну как она не бесцельная то есть если что-то неровно стоять будет какой-то юнит зданий он будет моментально уничтожен но эти линги у них нет задачи что-то там убить прямо получить преимущество лайф понимать что ими особо он ничего сделать не может сейчас 1-1 лингом готово у протца только плюс один значит бонуса по лингам нет 17 бэйнов пошло и мув бэйлингом делается дроп бэйнов сейчас эти овера мув плюс бэйлингом ё-моё охренеть что лайф вытворяет здесь ну золото придется судя по всему отдать и неприятно это такой эпизод для лайфа что он золото отдает и мув бэйлингом не готов ой линги здесь забегают бэйлинги на закупке на третьей базе но они как-то ближе к хате надо краппи ближе было подводить прилетает оракул будет ли вижен врубать этот оракул бэйлинги ой ой вижен классик каким-то образом пронюхал что здесь делает лайф бэйлинги вкатываются филды у классика реакция просто царская но в это время линги прогрызают рампу застройку но слишком мало их внутрь ворвалось хотя нет посмотрите с н3 падают зилки падают у классика проблемы дома но у лайфа слишком мало лимит и он не сможет этих сталкеров всех убить как классик прочитал что там закупаны бэйлинги я вот только не понимаю лайф все еще грызет вторую базу если б не этот ораку вообще бы беда могла бы быть у протца и линги то все забегают вторая база упадет мейн упадет пилоны упадут но третий нексус будет жить но если лайф сейчас получится под плетками надропать например на сталкеров на этих бэйнов это будет очень интересно это будет очень интересно может шанс еще какой-то быть в это время лайф пытается третью базу подгрызть полетели бэйны вперед мув готов так говеров отводит лайф сейчас плетки есть на мейне проблема на второй базе нужно забегать нексус попытаться а нет здесь нексус с оверчажем нахрена лайф на этот оверчаж наломывается давар взялков идет домой классик отступает нужно уходить на мейн лайфу лайф здесь тупит лингов вынужден закопать линги пока будут жить нужно пытаться хату лайфу восстановить кстати если он хату восстановит и побольше лингов бэйлингов дел кстати здесь бэйлинг бумба еще на третью полетели очень интересный вариант развития событий все лингов бэйлингов нету больше нигде у лайфа боевого лимита у классика значительно выше и рабочих больше есть роучи сейчас нужны линги и бэйлинги в оверах обязательно без этого никак лайф газа много на бэйнов хватит нужно добывать минералы третью хату восстанавливает сейчас лайф не знаю получится ли оверами ворваться если классик их собьет будет неприятно перед роб бы лингов сюда одновременно штучек 8 забежал там явно оборону не успеет просто восстановить да он и не будет восстанавливать там наверняка ее на мэне здесь а хотя нет там зелки есть овера рядом с третьим некстом но нужно по самой кромке карты залетать иначе вариантов нет абсолютно точно лайфу нужно в размен идти других вариантов нету пытается классик понимая что у него преимущество навряд ли зарядно гонит с такой экономикой здесь у нас на дропчик сейчас выходит в итоге в итоге лайф классик понимает что дропы могут быть ну что же дроп такой большой планируется на трейси базе сталкера ждут читает все целиком и полностью классик происходящее но я думаю что даже зря лайф дропается сейчас на мэй сейчас просто придут сталкеры и все это нахрен выбьют очень опасное здесь действие со стороны лайфа роучи дропаются линги дроп за бейлинги дроп здесь бейлинги залетают ой-ой-ой но там роучи все принимают классик не законтролил на третьей базе лайф соответственно ничего не законтролил да не эксус упадет но лайфа дает весь боевой лимит в итоге 160 на 105 и эту нестандартную игру не получится лайфу затащить соплай блок обоюдный сейчас и у классика и у лайфа но здесь есть конечно здесь конечно есть инфестор но там уже вовсю строятся колоссы у протаса поэтому поэтому я думаю что уже инфестора особо здесь не зарешают ну что не получилось заулынить естественно просто сейчас пойдет добив пойдет добивать вот ну что же изначально здесь конечно то есть вот игра идея хорошая это кстати рок недавно показывал то ли на пролиге то ли где не помню но самый-то интересный момент в том что лайф эту страту начал делать из полной с полного провала в начале то есть линги ничего не сделали и лайф зачем-то начал делать если бы он делал ее с нормальной экономикой мне кажется что могло бы все нормально получиться почему лайф не делал ее не стал делать с нормальной но видимо план на вторую игру такой был то есть у некоторых игроков просто и это можно понять есть план в голове да ты на первую игру запланируешь одно на вторую например другое и ой грелочка прилетает шухер шухер оверы говорят все на ляфу пошли микос погрел и что дальше а ну оверу спас единственное ну да спас оверов уползает всем в итоге вот rocks hero на пролиге да показывали эту игру здесь у нас инфестор один падает микос выкинул сталкеров там лайф подбревает но процессу уже 200 практически азерго там 120 лимита инфестор терна лайфом выкинуты оракул пытается подрезать оракулу не так-то просто подрезать грелка падает оракул тоже сейчас упадет абсолютно точно обсервер там еще был обсервер лайф не заметил не убивает лайф пытается контр забегать контр атаковать делает хайф шанс единственное выйти у ультралов здесь или в брудов караптеры устрою и жуда наверное брудов хочет не ну бруды здесь как-то вообще прохладно здесь уже чем брудов контрить да и 200 проц классик видно что нервничает почему потому что он хочет сверхнадежно все сделать он на 200 лимита даже не спешит вперед идти знают что лайф любит размены очень вот лайф сейчас к раз размены приходит часть ручи пытается пробраться классик приводит все сталкеров колоссов часть ручи уходит назад часть пытаются на мейн проскочить есть ли закупка у лайф хороший вопрос я даже не уверен телепорт классик на мейн делает показывая чудеса типа мобильности но обсервер да здесь есть на второй базировочи есть развести не получилось лайфу эти протасы не разводятся как в компании керриган за золотой армадой никого не отправляют у них у самих здесь 200 лимита так что так что все в порядке ну что караптеры есть делается greater spire но классик уже готов он уже тристрагита флитбиком даже если лайф здесь брудов запилит ни хрена не получится в итоге короче нужно сейчас классику идти убивать просто лайфа эта игра слишком затянулась так как ну видно что здесь уже но затянулась благодаря грамотным действиям лайфа нужно признать тут уже все очевидно в этой игре что зерго не получится протаса хотя посмотрите колоссов сейчас можно караптерами фокуснуть микозов миллиард но караптерами даже не получилось фокуснуть колоссов много штормов слишком много сталкеров микоз тоже все не зарешает фидбэки тем более идут на инфесторов гг пишет лайф 1 1 ну что же уже не в одну калитку отлично спокойствие сегодня в конфе лагов тфу-тфу-тфу немного короче хорошо все причем здесь 322 вообще вот о чем вы говорите я иногда не понимаю про что вы говорите ну где конкретно в этой игре что ли или что а зачем чему зверк на муте не начал шатать а как там старгейт опенинг был какая к черту мута протос запиливает еще старгейт плитбикон все мута закантрена сразу закантрена кода следующая карта мунлайт мэднес тоже такая для лайфа карта для разводов мосты если что последнее будет если даже лайф выиграет чемпионат всей вселенной то либо лучше не писать больше в твиттере ничего потому что все и так поняли что либо выиграл лот в просто ну а если бы играл в ход то он бы всех бы наверное наказал вот что у тиранов муту разваливает туры туры разваливают в лотвии либераторы в стеке минки очень круто туретки неплохо по минке стреляют марики хорошо по мутке стреляют лотвии викинги так себе ну фактически да все что умеет стрелять но действительно эффективны больше все туры минки либератор когда ариновые амулеты убрали нужно возвращать в лотвию да как относиться и так шторм многие поныть любят на шторм но тут еще амулеты шестой пул от лайфа ребят что это такое я просто не понимаю ну кстати то что делает протас сейчас лайф может законтрить шестым пулом блин но там гейт кстати навряд ли у лайфа что-либо получится сделать здесь какая-то какие-то слишком от него билды пошли вот он рассчитывал что здесь видимо 15 будет а классик стандартно играет линги бегут вперед нужно прямо бежать к оппоненту классик видит лингов уходит домой ну вот вообще по логике вещей это 2-1 в пользу конечно в пользу классика потому что сейчас элементарный буст зилка хотя успеет ли классик все здесь застроит я сомневаюсь успеет он сотку минералов накопить да успевает посмотрите но сейчас минус пилон пилон нужно делать лайф что он сразу и будет делать зилок куда выйдет зилок выйдет в проход между пилоном так зилок выходит лайф пытается пробраться кибернетку нужно минусовать она еще только строится зилка еще густит одного классика сейчас кибернетку лайф напрягает линги все новое новое дотекает ну кстати учитывая что нет нексуса у просто в принципе это нормальный расклад для зерга сталкеров тоже пока не будет ничего такого не будет зилка хоть и два но попробуй поделись смотри сколько лингов здесь здесь все для классика еще не так и однозначно в этой игре получается сейчас еще гейт начнет лайф минусовать сейчас камни начинает грызть кибернетка падает в итоге здесь пилончик можно прогрызть который не достроился зилками там лайф бьется но линги отгнивают нужно прибивать пилон пилон пробивает лайф пробку сгрызает сверху можно зайти сейчас в застройку что лайф и делает пилончик попытается сгрызть лингами пытается зилков окружить но пробки от классика спускаются вниз плюс 3 пробки но 3 то пробки мало нужно всех выводить лайф контролит против зилков классик контролит против лингов зилки падают понемножку один минус но тут тоже у лайфа ну классик разбирается зилками как это происходит еще два линга пробегать нет все это гг ребятки не получилось у лайфа пробить слишком он зилками этим хотел подраться ну а что делать зилками надо было драться сейчас лайфу надо было драться еще один зилок выходит все все дорогой товарищ лайф но но если лайф сейчас классика продержит напряжение посмотрите нет никаких пока возможностей у классика заказать нехту свою очередь то есть королева выйдет если лайф сейчас не будет давать нехту просто заказать он может запилить хату в принципе теоретически у них шансы какие-то ну хотя они очень минимальные очень минимальные эти шансы что-либо здесь серьезное в плане экономики лайфу сделать хотя королева готова овер еще один запилен вынужден протас невероятный кач зелков строить классик думает что лайф будет до олынивать сейчас 92% за лайфа здесь что он выиграет ну а как он выиграет так а он сейчас 1-2 будет проигрывать ну вот кстати когда лайф прогресс пилон нужно ли ему было так с зелками с этими сильно драться вот в этой позиции вот он сюда прям их загнал ну грызит и пилон протас выйдет туда обязательно выйдет он не сможет подраться при другом раскладе ну это конечно дело лайфа как ему делать он шарит и так он этот пуш вывел в неплохую ситуацию но нексус классик точнее лайф пока не простите хату лайф пока не может заказать а классик то как раз нексус запиливает сейчас 15 да это не 15 но это просто хата пошла очень очень поздняя ну вот кстати я так подумал а вот лайф первый пилон убил да но там ведь все равно была застройка почему после первого пилона после первого пилона который то конечно моментально там убивался очевидно что его нужно было убить почему допустим не кибернетку было бы хотя нет кибернетку надо было сгрызать лайф боялся что мазеркор просто будет но на мазеркор а не факт что будет газ то есть тут опыта не хватит почему после пилона гейт бы не сгрызть ты обзилков может быть столько классик не накопил но Но это уже все может, может, может. И вообще в таких играх на самом деле тяжело о чем-то говорить конкретно. По рабам лайф чуть ли не нагоняет классика уже 27-21. Я не сказал бы, что это стандартная ситуация по рабам. Но если классик не будет агрессивничать и лайф третью хату займет, например, вот эту, шансы есть. Ну, правда, тут Старгейт и в Оракулов собираются выходить у нас товарищ классик. И обязательно должны спорки, без спорок вообще все плохо. Дмитрий Морозов, привет. Рад тебя видеть. Я стримлю и буду стримить, пока никуда не деваюсь. Тем более Лотов у нас выходит через два дня, получается, уже третья часть Старкрафта. Пока, может быть, и улучшить ситуацию в СНГ, например, по Старкрафту он... Я, по крайней мере, на это надеюсь. Но пока Лотов актуален. Я тоже актуален. Плюс три гейта классик добавляет. Он не собирается ждать ничего. Он собирается пушить лайф, и это правильное решение. Но что же лайф? Без мува лингов и роучей будет очень тяжело. Здесь три филда потратил проц, но лингов в итоге не убивает. Линги бегают, Таракул прилетает, начинает лингов убивать. Хорошо. Ну как хорошо, рабочих зато классик в итоге не убьет. Но лимита 20+, боевого больше намного, гейтов много. Пилон сейчас придет, и у лайфа линги без мува. А что могут линги без мува сделать против протсу двух бас, там, с 7 гейтов пуша? С 6-7 гейтов, да, да, с 7 даже, наверное, гейтов будет. Короче говоря, сейчас классик придет и добьет своего оппонента. Это 2-1 в его пользу, и очень опасная ситуация для лайфа. Почему он, ну вот почему при счете 1-1, вот ввел бы, сделал бы такой пул? Ну не знаю, теперь нужно лайфу сверхнадежно как-то играть. А классик может какие-то заготовки продемонстрировать, потому что когда ведешь, то, ну, их и надо демонстрировать. Если, правда, у классика у него, то есть это такой сверхстандартный игрок, может быть, у него и особо нет никаких заготовок, просто, то есть он четко хочет играть и все. У лайфа всегда много заготовочек. Ну вот 6-й пул, как-то вот мне кажется, может быть, не 6-й бы, но тогда бы, тогда бы вообще по этой стенке лайф ничего не сделал. Но нужно ли вообще ему этой стенке что-либо было делать? Может быть, если бы был какой-нибудь там пул, 7-й, 8-й, экономика была бы посильнее, для лайфа бы... Посмотрите, а лайф-то здесь отбивается, эшелонированная оборона какая. Оракул падает, Мазеркор, нет, Оракул пока жив, но Мазеркор падает. Зелки ломятся и ломятся вперед, королевы пока держатся, линги держатся, лайф просто чудеса на виражах творит. По-рабочему он отстает, но по боевому лимиту пока не плохо. Куда ты королев-то вперед повел? Там же и филды, лайф. Филды пошли, плетки перекапываются, что-то лайф вообще обнаглел, королевы пока живут, можно сэндрю фокуснуть. Сэндрю лайф фокусит, 57-76, чудеса на виражах, да это просто, я как смотрю, как компания третья эмиссия, какие-то королевы, линги без мула. Лайф просто на чудесах каких-то тащит сейчас. По боевому лимиту одинаковая абсолютно ситуация, и лимит-то качественнее у лайфа, между прочим. Пилончик сверху сгрыз, качество лимита именно в королевах заключается, но экономика у Протса жесточайшая. Но вот вынужден он переходить технологию уже. Ну что, третья база все еще напрягается классиком, то есть здесь слишком сильно филды пока решают, роучей нет, дозелки. То есть сейчас просто классик может попытаться хату подфокусить, филды пошли новые, нужно лайфу через верх обвести своих юнитов. Как он, какую работу проделывает лайф в обороне? Плетки перекапывают, все перекапывают, пилоны выгрызают в центре. Тут сталкеров классик пытается завести, завел сталкеров сюда, но линги-то рядом находятся. Плетка еще ближе перекапывает. Оракул там откуда-то из темноты вылетел. Хата-то упадет скорее всего сейчас, хотя нет, трансьюзы, посмотрите, от лайфа идут. Лингов, ну очень много строится. Рабочих вообще никакой возможности у лайфа заказывать нет. Оракула наконец-то дофокусил. Королева всего лишь одна за филды попадает. Как лайф успевает имя позицию менять с этими королевами? Вот сейчас три нельзя потерять королева. Плетки живут. Трансьюз, где на плетку? Трансьюза не пошел. Как он тащит вообще? Что творится в этой игре, ребята? Что я вижу сейчас? Вниз лучше лайфу, конечно, не лезть так сильно. Лингов немножечко отвел. Королевы юниты уязвимы. Все, вот это ошибка была. Это провал обороны. Хотя плетка перекапывается, но лингов нету, которые танчат. Королевы падают, это ГГ. Ну вот куда, куда? Ну вот зачем так вперед-то? Ну как самоуверен лайф, а? Ну вот сейчас, ну стой ты сверху, ну ё-моё. Ну ты гоняешь его, ну просто лингов строй. Если бы лайф сдержал этот пуш, ему бы просто SD зажать и рабочих заказать, и шанс бы был. Блин, ну лайф и так чудеса, конечно, творит просто чудеса, но... Блин, зря он королевами спустился. Тем более, что энергию с N3 видел. То есть пока королевы были в этих дебрях на крипе, рядом с плетками, рядом с лингами, было замечательно все. Просто лайфу нужно было успеть протранслюзить плетку, чтобы их две было, которые он не успел протранслюзить. И просто держаться сверху и грамотно менять позицию, так как он и менял, между мейном и второй. Все, другого ничего ему и не нужно было. Ну это игры достойные такого турнира. Вот здесь вот лайф. Ну нахрена, посмотрите, там пробки как затанковали. Ну в зелков ворвался, ну ё-моё. Это еще линг догрыз зелка одного. Вот, вот здесь вот, посмотрите. Вот сейчас этот момент явно покажет. Я даже сам хочу еще раз посмотреть. Оракул на муве чуть не отдался, прилетел. Оракула, да, а вот этот отдался в итоге, но там два оракула было. Трансюзы хорошие идут, как лайф тащил, просто как царь. Офигеть, офигеть просто. Вот, вот, ну вот предыдущий момент не показали, как лайф, ну вот вне крипа вылез. Все, первое правило, черт побери, первое правило клуба не выходить из крипа. Куда полез? Привет, Миш. Рад тебя видеть, рад всех видеть. Народа до хрена. Фух. Я аж сам что-то, я реально что-то нервничаю. А что я нервничаю, хрен знает. Но я переживаю за эти игры. Я переживаю за то, чтобы не зеркалка в финале была вообще. Вот. Но будет ли лайф? Или кто там еще? Ну, посмотрим, посмотрим. Я уже говорил перед стартом, что классик для меня даже немножечко фаворит, потому что он стабильнее в последнее время. Но по статистике, по статистике... По статистике у лайф тоже все нормально. Вебнетмен, может быть, ты правда. Мне не нужно никаких прок, чтобы что-либо выравнивать. Здесь не нужно ничего выравнивать. Здесь все ровно, братик. Братишка. Привет всем, ребят. Близко он у нас сегодня. И что-то вот. И классик, в общем, в отличие, не очень много. Какой-то делает это. Он просто прекрасно от того, что он не имеет от того, что он от него. Потому что, когда я смотрю на него, я думаю, что, когда я смотрю на то, что, то, что я не могу делать на классик. Right? Какой-то, как-то, как-то, что лайф громко. В первую работу, который в первую работу. И, конечно, вот, да, что я в последнее время. Но, я имею в виду, классик просто таки. Как-то так-то, как-то, 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 в среду. Так, не заметил чатик. Крутить громкость не надо, нужно наушники. Так, Дима 555 рублей на Сбер присылает. Удачи, спасибо, что помнишь, Rocks.me.true. Спасибо, Дим. Спасибо тебе, конечно, помню. Я даже помню, что было много людей, кто и поддерживал меня, и там из Украины люди были и так далее. Сейчас часть пропала из них куда-то. Помню, давно было, ну, я даже многих помню, то есть даже так помню. А если я увижу никнеймы просто, то вообще вспомню их. Вот, так что вот так вот. Последнее предупреждение. Вот. Я думаю, что в Лотвии еще новые люди придут. Спасибо за поддержку всем ребят. Ну, и за внимание, конечно, главный турнир года все-таки. Дмитрий Морозов. Да, есть, но я на стриме не рекламирую, не говорю. Ну, если доходишь, найти можно. Там ничего со стримами связанного нету просто на ней абсолютно. Ну, что, небольшую паузу для того, чтобы успокоилось все. По поводу ТЛО ничего не думаю. Батона 1, Бампсик, привет из Кадова ТВ. Привет, Гудгейм. Ну, что, четвертая игра. Если Лайв сейчас проигрывает, то для него Близкон закончен на третьем-четвертом месте. Что тоже, я считаю, замечательный результат, но нужно тащить, не хочется зеркалки. А вот представьте сейчас, буду я за Лайфа болеть, накаркиваю, допустим. Лайф выиграет Классика, вот сейчас за Камбейшет, а потом еще и Роксоса одолеет. И у нас получится ЗВЗ в финале. Тоже не хотелось бы. Suncold2K поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. Поним, не болей. Спасибо, Санчо 2K. Болеть не буду. Да и нога уже значительно лучше. На палочку перехожу. Понемножку. Кризис. Да, чем-то похоже на Гидру. Чем-то похоже на игры Гидры. И посмотрите, опять Лайф через пулгас начинает. Ну, здесь, конечно, это, кстати, похоже на то, что он делал с Лилбоу, между прочим. То есть, он, возможно, даже камни здесь будет прогрызать. Здесь у нас Нексус 1 в Слепую, между прочим. Но, а что Протсу нужно? Протсу просто может камни завалить на Мэнни, и все бессмысленно будет прогрызать. А Влоб тоже хрен знает. Классик, какой бы мастер обороны ни был, Лайф мастер взламывает любую оборону, на самом деле. Но посмотрим, что из этого сейчас выйдет. Необычный старт. Но этот-то уже не девятый пул. С пула Мува выводят в плюсовую ситуацию. Но не с Протсом, который Нексус 1 ставит. То есть, сейчас Классик отобьется абсолютно без потерь каких-либо, а это весьма вероятно, то он будет в отличной ситуации. Видит он Лингов сейчас прекрасно. Газ он тоже видел, Мув он тоже видел, я так понимаю. Будет ли Лайф камни прогрызать? Сомневаюсь. Хата пошла. Ну, две Хаты сейчас нужно ставить, естественно, и пытаться нагнать по экономике. Нет, я имею в виду, конечно же, нет. То, что сейчас будет сцена 18+, как сливу, похоже по билду. Пытается Лайф гейт подгрызть, гейт подгрызть не получится. Вот сейчас Зилов как-то нагло гуляет здесь, честно говоря. Пилон, кстати, посмотрите, криво в застройке. Не очень продуманно здесь пилон стоит. У Лайфа Линги все подбегают и подбегают. Лингов достаточно, кстати, чтобы узелков убить, но будет ли Лайф драться с ними? Хороший вопрос. Пробочки спускаются. Скоро пробочки спускаются. Не хочет классик гейт отдавать. Лайфчик. Нужно сму... А, нет, тут все, тут Мазеркор. Ну, все, ничего не получилось у Лайфа, пожалуйста. Все, Мазеркор, это все контрит. Но Линги внутрь... Вот это хороший расклад для Лайфа. Линги пробегают, а в руках таких игроков, как Лайф, Линги... И гейт, он начинает тоже дофокусить сейчас Лайф. Гейт, Зилов выходит. Пробка минус. Классик на ровном месте, все проблем нажил. Гейт упадет сейчас. Просто красоту, как у Лайф, делает. Гейт падает. Все, Линги на мейн врываются. Зилов, Зилов всего два здесь. Прогрызаются камень. Сейчас один падает, Зилов. Второго Лайф окружить не может. Шесть пробок, минус сейчас. Неприятная ситуация абсолютно. Так, пробки падают, Зилов падает. 18 на 32 лимита. Похоже, что Лайф возьмет эту игру. Просто казалось бы, все. Казалось бы, все, но Лайф творит просто чудеса. Танцует. Ты куда ты танцуешь? Слышишь, танцор? Ну, рано еще. Так и все, сейчас застройка. И все, какие танцы, ты слышишь? Вот Лайф дает. Ну, на. Хотя, в принципе, он чувствует, что здесь наказывают. Линги бегают. 38-20 по рабочим. Пилончик 10 лингов, что Лайф собирается доулынивать. Прогрызает Лайф стенку в очередной раз. Пилончики падают. Гейт сейчас тоже упадет. Продакшена нету у классика. Никакого вообще. Гейт упал. Линги врывается. ГГ классик 2-2. Вот это полуфинал. И игры-то какие. Не какое-то стандартное. Муть. Сергей Никитович. 100 рублей. У нас Бера. Опять трейлер про жену продолжается. Моя жена странная, он говорит. Может быть, не надо начинать сегодня. Не знаю. Дружок. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Очень приятно. Очень-очень приятно. Игры просто на уровне. Я сам рад, что стримлю StarGraft и стримлю эти игры сейчас. Ну вот, пожалуйста, Зелки загуляли. Зелки ушли. Лайф отошел. Как он развел? Просто на ровном месте. Красота, красота. Ну вот я не понимаю, почему с Лайфом наглеют. И Нексус Гейт играют. Ну, сыграть-то Нексус Фаржа. Все. Фатонка одна, и ни хрена не вкатит здесь. Стенка, пофиг вообще. Раскачка, и Лайф не сможет. Камни пусть хоть что грызет там, я не знаю, на этой карте. Странное, но хорошее, да. Ну что, мосты и карта-то тоже какая нестандартная. Здесь забегания решают. Такие вещи всякие нестандартные. Так, у Зерга 900 человек. Откуда они берутся вообще? Не понимаю. Ну, народа много везде сейчас, конечно. Классик. Ну что же, поехали. Хаус Турани. Это уже дело каждого. А, в антикафе стримит. Все, понял. Тогда красавец Зерг. В кафе это грамотно. Вот, кстати, Зерг говорил, что какой-то турнир человек там в Геленджике собирается запилить. Зимой звал меня. Ну, посмотрим, что из этого будет и будет ли вообще. Мои ставки, конечно, 50. А ты не видишь. Конечно, 50 на 50 здесь. Да, Мазеркор классику в уверенность придал, но еще не вышло. Предупреждения за танцы нет, но Лайф на Ниве просто хат. Ставил на MLG или каком-то турнире, я не помню, американском. Тоже пытался на Ниву тем самым показать, кто он и что. Но на Ниве в итоге выиграл его в той игре, и это было просто весело очень. Было наказание Лайфу за это. Три хаты, посмотрите, от Лайфа. Насколько, блин, нагл, а? Насколько нагл. Прокси. А погодите, а Протс Прокси какой-то делает, что ли? Или что он делает сейчас? Газ, один всего. А нет, это просто стандартная игра от классика. Блин, Лайф сейчас переиграл в плане билда классика, и это абсолютно очевидный момент. Да, Сингл Спейс это были эпичные игры с грелками. Именно они там и были. Второй Нексус заказа. Вот сейчас стиль классика сыграет против него. Почему? Потому что классик, он всегда стандартно действует. Но сейчас действовать стандартно, значит отдавать экономическое преимущество оппоненту. И классик это прекрасно видит. То есть ему сейчас нужно как можно быстрее выйти на третий Нексус. Как это сделать? Я хрен знаю, это надежно. Но оставлять Зерга просто на трех базах без... Ну вот Старгейт, наверное... Ну а какой Старгейт с одного газа? С одного газа Старгейт тоже не впилить. То есть... И газ даже не заказывает классик. Так сейчас у Лайфа замечательная просто ситуация получается в решающей игре. Он рискует. Блин, ну молот, горячий. Что я могу сказать? Вот кто в последней игре так рискует? Лайф рискует. Ну что, да, посмотрите. На пять... Вот реально, даже я... Даже я любил просто дико халявные Нексусы ставить раньше. На шестой минуте. Но классик на 5.30 ставит. Я вообще первый раз такое вижу. Чем Нексусы оборонять? Форжи-то даже нету. Нужна форжа, нужны фотонки в такой ситуации. Лайф видит, что классик делает, отменяет спорки сейчас. Он уже спорки там тайминговые начал строить. Нужно дроны мастить. Может быть четвертую хату имеет смысл сразу заказывать. Или даже на 5.10. Возможно даже раньше, чем 5.30 этот Нексус был заказан. Так, Сентриани достает до овера. Все, овер улетел. Ну что же, это, кстати, нестандартная реакция от классика, я скажу вам точно. Лайф делает 8 лингов. Куда они побегут? Сейчас нужно ли Лайфу агрессировать? Мне вот почему-то такое ощущение, что сейчас Лайфу может быть лучше сыграть просто в лингов гидру и просто зажать СЗ и сейчас 70 дронов сделать на 8 минуте. Но Лайф не согласен со мной просто абсолютно. Он строит лингов, мастит просто. Он играет нестандартно. И Роуч Ворон, то есть это линги, и Роучи позже в дотекании будут сейчас от Лайфа. Причем дотекание жесточайшее. Линги бегут, Мазеркор улетел. И сейчас Протус не может расплетить на две части свою армию. То есть он уверчаж только в одно место успеет поставить. А Нексус на третьей базе будет под ударом. Линги приходит. Прочитал классик. Нет, не прочитал ничего. Он пока Мазеркор не берет с собой. Мув нужно обязательно Лайфу дождаться. Мув готов. Забегание пошло. Набрасывается на Фатонку. Заказано. Пилончик. Всего один пилон нужно убивать. Но есть Сентри. Сентри нужно отгонять. С лингами великолепно. Лайф просто все делает сейчас. Зилков до варф. Но падает пилон, падает Фатонка. Отключено. Сейчас только оверчаж может спасти ситуацию. 22 линга еще от Лайфа. Пытается в Сентри вгрызться. Сентри вгрызться не так-то просто. Оверчаж выставлен. Нужно сваливать. Нужно камни попытаться заминусовать. Наверх уходить. А роучи-то куда прут? А роучи сюда все прут. Успеет классик здесь восстановить оборону слоя? Я очень сильно сомневаюсь. Оверчаж всего один. Здесь прогрызает Лайф камни. Но там гейты и Фатонки. Камни прогрызть уже не получится успеть. Так, роучи и линги заходят. Прямо под оверчаж Лайф заходят. Лайф не хочет, чтобы здесь были новые Фатонки. Три роучи умудрились пробраться дальше. Пилончик сейчас фокусит Лайф очень неплохо. Пилончик падает. Гейты отключены. Это не только Фатонки. Ведь это еще прирост этих гейтов. Это тоже важный очень момент. Сентри падают. Лайф заходит на хайграунд. Лайф просто царь. Что он творит? Вообще как он разводит за этот третий Нексус? Это 3-2 в пользу Лайфа. Закамбэчил и выходит в финал. Это же жесть какая-то. Охренеть вообще. Что за игры? Просто чудо, ребят. Ну реально просто жесть какая-то. И как Лайф среагировал? Как только он увидел третий Нексус, моментально отменены спорки. Моментально принято решение, что нужно пушить роучи рингами. Второй оверчаж на Мэнни тоже не зарешает. В итоге 35-92 по лимиту. Классик. ГГ. Это жесть, ребятки. Но Сос, я думаю, если выйдет в финал. Ну я что-то при событии опережаю. Сос еще никуда не вышел. Но если будет ПВЗ, я думаю, он не даст Лайф такое сделать. Но нужно еще Рога победить. Рог тоже не подарок, а оппонент. Блин, что Лайф творить вообще? Минус с Интрии. ГГ пишет. Лайф. И прошлогодний победитель Близзкона снова в финале. 50 тысяч долларов. Уже Лайф в карман себе положил. Просто Сааль. Просто полуфинал. Один из лучших полуфиналов. С Интригой оппонент вел. И какие игры вообще? Жаль, не было какой-то на макро мясной игры. Ну, Бонжуэ, не Бонжуэ, не знаю. Если Лайф затащит этот Близзкон, то он выиграл 14-го года. И последний Близзкон по Ходсу. Да, тогда Лайфа, я думаю, можно назвать даже Бонжуэ и Ходса уходящего будет. Несмотря на то, что в течение 15-го года он и ГСЛ брал. И был там в финале, по-моему, Старлиги или в полуфинале. И к тому же, к тому же, и на пролиге, да хотя не, на пролиге и так все он выступал. Потом был спад, но сейчас-то как бы главный турнир. Ну что же, ждем рок-сос. Я надеюсь, дико долгих пауз тут впиливать не будут. Я надеюсь, что не придется сидеть там. Кунг-фу Кап тоже выиграл 9 тысяч долларов. Короче, в своем возрасте, а сколько Лайфу? Лайфу, наверное, лет 17-18 сейчас. Есть ли 18 ему? Я уже все забываю постоянно, вы сейчас загуглите. Он не бедный человек отнюдь. У него уже призовых выиграно нормально. Вот 18, да, говорит. Стоп-старт, ребят, будет сейчас, чтобы обрезать лишнего. Он бы просто забыл, но он бы еще победил. Он бы не был. Это был важно. Он бы не был.